Учитель математики Лесинского технического лицея Занда Эрнеева будет представлять республику на федеральном конкурсе. Лучшим дошкольным работником признана воспитатель городовиковского детского сада «Колокольчик» Лидия Иванова. В стенах Дворца детского творчества состоялось торжественное мероприятие закрытия республиканского конкурса «Педагог года-2022», где были названы имена лучших работников дошкольного и школьного образования. Все победители получили денежные сертификаты и ценные призы. В торжественной церемонии закрытия приняли участие представители различных министерств и ведомств, педагоги образовательных учреждений. С приветственным словом от имени главы Калмыкии к присутствующим обратилась заместитель председателя правительства республики Светлана Иванова. Руководство республики поддерживает педагогическое сообщество и будет дальше поддерживать всех наших педагогов. Вы уже слышали о том, что у нас увеличены выплаты молодым преподавателям. Добавлены региональные выплаты по классному руководству. В этом году у нас 17 школ ремонтируются, капитальный ремонт уже начался, я думаю, все это видят вживую. В следующем году еще 18 школ у нас будут отремонтированы. Работы очень много в Министерстве образования, у всех педагогов. От себя лично я хочу еще вас всех еще раз поздравить с конкурсом, пожелать вам всем творческого вдохновения, неиссякаемой энергии, потому что от вашей профессиональной деятельности зависит не только будущее наших детей, но и будущее нашей республики. Я благодарна Министерству образования за организацию проведения конкурса правительству нашему республики Калмыкия. Благодарю также Калмыцко- Однокультурную гимназию за доброжелательный прием и спасибо им отдельно большое за деток замечательных. Конечно, огромное спасибо коллегам и Малестинскому техническому лицею за такую большую поддержку, за то, что они верили в меня и всегда были рядом, потому что три раза в один и тот же конкурс, это было тяжело. Бояться не надо, надо идти, добиваться всего. Даже если с первого раза не получилось, идите второй, третий, потому что участие в конкурсе это такой стимул дает в нашей работе. Кроме того, трое учителей Калмыкии удостоились высшей награды. Знаки отличия заслуженный учителем Российской Федерации были вручены Ирине Давыдовой, Нине Лиджиевой из Алистинского лицея, Светлане Цевиковой из Алистинской школы номер 4.